Всем привет. Рад вас всех видеть. Сегодня у нас уже 14 по счету SyncPHP. Мы за 5 лет умудрились провести, проводим уже 14. Собственно, с этим нас всех и поздравляем. Ребят, сегодня мы продолжаем нашу традицию, общаемся на SyncPHP, обо всем кроме PHP. В действительности, сегодня у нас более или менее PHP тема. У нас сегодня будет доклад про Elasticsearch, у нас сегодня будет доклад про GraphQL и еще будет про тулзы для мониторинга серверов. Сегодня перед вами выступают два Димы и один Максим. Максим сможет загадать желание, он у нас второй. Ну а сейчас я на сцену приглашаю Диму Трайана, зачетная фамилия, да? С докладом Elasticsearch. Спасибо. Раз, раз, да. Привет. Привет, 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 привет. Привет. Меня зовут Дима Троян. Я рад вас здесь приветствовать. Можно чуть-чуть тише. Раз, раз, норм. Начну с того, что расскажу немножко о себе. Я работаю с них сами уже. Там девушка тянет руку, уже какой-то вопрос есть? Окей. Я работаю с них сами уже 6 лет. Два последних года я работал в проектах, в которых плотно использовался Elasticsearch. И накопился небольшой опыт. И просто хочется поделиться с вами, немного заразить вас Elasticsearch, чтобы кто-то после этого доклада пришел домой и попробовал. Начнем. О чем мы сегодня будем говорить? О том, что... Что такое Elasticsearch? Кем он создавался, в каких случаях стоит использовать? Я расскажу немножко о том, какие есть внутренние механизмы, как он работает, какие там принципы заложены, и о том, на какие грабли я натыкался и какие шишки набил с этим инструментом. Но сначала я немножко расскажу о его создателе. Этот молодой человек, его зовут Шей Беннон, в 2009 году, закончив университет, он переехал в Лондон со своей женой и начал разрабатывать для нее, ну, просто такой, наверное, пэт-проект, небольшое приложение, называемое iCook. Его жена занималась кулинарией, и он решил ей помочь составить такой справочник с возможностью хорошего поиска, быстрого поиска. И во время разработки он понял, что, ну, пока нету такого инструмента, который бы давал вот все те возможности, которые ему были нужны. Так родилось приложение iCook, о котором история умалчивает о его дальнейшей судьбе, но так родился еще и Компас, поисковый движок, который разработал Шей Беннон и который впоследствии превратился в Elasticsearch. В 2010 году вышла версия 0.4. Elasticsearch с этого момента можно назвать уже, начать летоисчисление успеха Elasticsearch. И в 2012 году была создана компания Elasticsearch BV, которая служила для того, чтобы обеспечить платной поддержкой пользователей уже достаточно большого и хорошего продукта Elasticsearch. В 2014 году было привлечено огромное количество денег в виде инвестиций, и на данный момент Elasticsearch пользуется огромное количество компаний, как крупных, так и еще большее количество мелких компаний и стартапов. На данный момент актуальная версия 5.3. И так, по порядку. На каких китах основан Elasticsearch и что в нем заложено? Во-первых, это open-source продукт. Не знаю, для кого-то из вас, может, количество звезд уже сейчас не говорит ни о чем. У Elasticsearch в гитхабе 22 тысячи звездочек, но самое интересное, сколько у него контрибуторов. 800 контрибуторов, и я считаю, что это показатель того, что продукт действительно пользуется популярностью, и в него действительно люди вкладывают труд и свою любовь. Также распределенность. Elasticsearch распределенное хранилище, то есть он может масштабироваться на несколько серверов. Вы можете создать целые кластера серверов, кластера, которые взаимодействуют с другими кластерами. И также в Elasticsearch изначально заложена высокая доступность. То есть если одна из нот в вашем кластере выпадает или с ней что-то случается, то Elasticsearch имеет внутренние механизмы, которые позволят вашему кластеру не упасть. Он продолжит свою работу, и с вашими данными, и с вашей системой ничего не случится. Она продолжит работать. Elasticsearch — документоориентированное хранилище. Все документы в нем хранятся в виде JSON документов с определенной структурой. Elasticsearch позволяет изначально записывать как документы произвольной структуры, но я вам потом расскажу, почему лучше так не делать, и лучше задавать изначально маппинга документа, то есть его схему какую-то, и работать с этой схемой. Апишка Elasticsearch есть два способа общения с ним. Это low-level протокол транспортный и restful API. Low-level протокол реализован не для всех языков, он есть, насколько мне известно, для Java, но может быть еще для чего-то. Но мы как пахописты используем restful, то есть мы используем HTTP для доступа к Elasticsearch, ко всем его функциям. Все достаточно просто и очень быстро. Также в чем основное преимущество Elasticsearch — это то, что он имеет полнотекстовый поиск. Это тот самый люсин, это тот движок, на котором основан Elasticsearch, и который позволяет вытворять неимоверные вещи с поиском, с релевантностью и с теми функциями, которые в него заложены. И плюс Elasticsearch в том, что он очень быстр. От момента индексации документа до появления его в ответе поиска может пройти в среднем около секунды. При том, что вы можете индексировать тысячи документов. Кто же использует Elasticsearch? Вам должны понравиться эти цифры? Во-первых, Elasticsearch использует всем известный нам и широко любимый GitHub. В GitHub Elasticsearch используется для поиска по репозиториям, для сохранения эксепшенов и для выявления анализа поведения, паттернов поведения юзеров. Если юзер ведет себя нехорошо, то каким-то образом в GitHub научились определять злобедные паттерны. Возможно по анализу логов. Логов доступа к репозиториям, логов доступа к системе. В GitHub на 2014 год использовалось 44 ноды с Elasticsearch, такой огромный кластер, в котором было 15 терабайт данных и в котором использовалось 128 shard, о том, что это такое чуть похоже, по 120 гигабайт. Дальше, Zendesk. Система, которую я лично не пользовался, но значения, которые там связаны с Elasticsearch, тоже впечатляют. У них более 1 миллиарда тикетов и 670 миллионов юзеров, по которым они обеспечивают поиск. Поиск этот основан на Elasticsearch. Uber. Uber хранит данные в Elasticsearch. По всей видимости, там тоже достаточно большие объемы. Можем себе представить. Microsoft использует Elasticsearch как хранилище контента для MSN и обеспечивает по нему поиск. У них в пике происходит до тысячи запросов в секунду. Всеми нам любимый стак оверфлова. Ответ на любой вопрос. Тоже использует Elasticsearch, но у него цифры гораздо скромнее. У него всего 3 сервера и примерно 200 поисковых запросов в секунду. KeepChat. Вдохновитель одного из нашего проекта и тот проект, благодаря которому я и ребята, которые работали со мной, познакомились с Elasticsearch. KeepChat хранит свои документы в Elasticsearch. Они в определенный момент поняли, что MongoDB им не хватает для хранения. И они переехали тоже на Elasticsearch. Также eBay, Docker и еще куча-куча-куча разных компаний, которые используют Elasticsearch. Надеюсь, вам этот список понравился и воодушевил вас. Итак, о том, что мы получаем из коробки Elasticsearch. Во-первых, это огромные возможности для поиска. Поиск как основная фича, полнотекстовый поиск, позволяет очень быстро получать документы, и основаны они на булевой модели. То есть, когда вы увидите какую-то фразу, состоящую из нескольких слов, фраза пропускается через анализатор и ищется в Люсин-будвижке с помощью Люсин. Вы можете задавать саму логику поиска. То есть, вы можете между фразами ставить не «или», а «и» или «не». Вы можете использовать логические выражения для того, чтобы создавать вашу строку поиска. Вы можете увеличивать веса определенных слов в вашей поисковой фразе. То есть, очень огромное пространство для маневра в работе с поиском. Плюс в ласике есть около 50 видов агрегаций. Это агрегация поиск минимального, максимального, среднего, плюс геопоиск. Геопоиск вы можете искать как вхождение в какой-то прямоугольник, вхождение в какой-то многоугольник. Вхождение с геодистанс. То есть, это когда ваша точка находится на определенном расстоянии. То есть, вы ищете в определенном радиусе вашу точку. Плюс агрегации и геопоиск их можно объединять в бакеты. То есть, вы можете, во-первых, в бакеты объединять, то есть, делать некоторые размежевания по типу поиска. Плюс вы можете делать пайплайн-агрегацию. То есть, когда одна агрегация следует за другой. Я не досказал. Еще про саджестеры. Тоже очень классная штука. Все пользовались гуглом и знают, как классно, когда ты что-то выбиваешь. И у тебя есть подсказка. То, что чаще всего ищется, или то, что вы собираетесь найти. Вот в Elasticsearch вы вполне можете реализовать такую же штуку, причем реализовать ее практически из коробки, потому что саджестеры – это одна из фич Elastic, которая дает вам возможность очень быстро сделать такую же фич у себя в системе. Плюс вы можете настраивать очень много разных штук. От поведения вашего поиска до поведения ваших нод, ваших инстансов. Все это через Elastic, все это, кстати, через RESTful API. Все очень просто. Но и в то же время внутри очень сложно. С чего стоит начать? Начать можно… Есть два пути простых, достаточно простых. Вы можете начать с установки Elasticsearch просто на своей машине, либо на какой-то машине, которая есть у вас в распоряжении, либо воспользоваться Elasticsearch, который предоставляет АВС. Amazon, я думаю, все пользовались, все знают, но у него же есть уровень бесплатного использования, в который входит также и возможность использовать Elasticsearch. То есть вы совершенно бесплатно можете попробовать поднять ноду и поэкспериментировать с ней. Начнем с простой установки у себя на машине. Нужно установить обязательно Java, проверить, есть ли она. Нужно скачать свеженький дистрибутив Elasticsearch, распаковать его и запустить. И практически никаких конфигураций вам не потребуется, он изначально запустится у вас на системе, и у вас будет линка, куда вы можете стучаться, порт, по которому вы можете стучаться, и это будет та самая точка доступа, через которую вы можете обратиться и выбрать документы, индексировать документы или сделать все, что вам захочется. Либо можно, вот, кстати, вот старт, старт ноды Elasticsearch, либо же можно установить через AWS, что примерно по скорости так же, минут 5, ну и плюс где-то 10 минут на то, чтобы поднялась сама нода с Elasticsearch. Вы вбиваете всего несколько параметров, выбираете имя вашего кластера, выбираете тип ноды, которую вы хотите установить, и все взлетает. Окей. Допустим, что мы установили. И теперь надо немножко разобраться, что же означают все эти слова индекс, тип, документ, поле, отображение, период DSL. Эта таблица представляет упрощенное понятие, упрощенное проецируемое понятие, чтобы понять, как термины Elasticsearch связаны с терминами из всем нам широко известного мира релационных ПД. Например, индекс — это та же база данных, по сути. Тип — это таблица, документ — это запись, поле — колонка, отображение — это схема. Теперь поговорим о том, как работает Elasticsearch, и какие основные понятия есть чуть глубже, что такое primary shard, что такое реплика shard. У вас есть нода, это какой-то инстанс Elasticsearch, и когда вы создаете индекс, вот ту самую базу данных, вы можете указать в ней, сколько вы хотите иметь primary shard и сколько вы хотите иметь реплик. Primary shard — это вот эта самая рабочая лошадка, которая будет осуществлять хранение и поиск. Это instance Lucene поискового движка. Вы можете задать 5 primary shard, и тогда у вас будет возможность масштабироваться, например, на 5 машин. Либо одну, и тогда вы будете ограничены тем, что у вас один instance, и вот на нем у вас будет сосредоточена весь Elasticsearch. Допустим, мы создадим один индекс и укажем, что у него должно быть 3 primary shard. В случае, если мы… А, 3 primary shard и 3 реплики. Ну, одна реплика на каждую shard. Когда вы поднимете, добавите в этот ваш кластер еще одну ноду, то автоматически ее обнаружит Elasticsearch, и он перенесет реплики на эту ноду. Таким образом, если произойдет что-то, что повлияет на производительность ноды 1, она, например, отпадет, то у вас реплики станут primary shard, и у вас данные не потеряются, и репотоспособность не потеряется. Вот что будет в случае, если мы добавим в кластер еще одну ноду. То есть у нас 3 ноды, на каждой из них есть копия тех данных, которые у вас в индексе. И если мы уберем одну из нод, то какие-то реплики станут primary shardами, в то же время какие-то реплики просто останутся репликами. То есть как у нас было представлено, что у нас 3 primary shards 0, 1 и 2, так они и есть. У вас ноды продолжают работать, Elasticsearch-кластер продолжает работать, и все нормально. Вы даже не заметите, скорее всего, кроме того, что вам придет алерт, что что-то не так. Теперь поговорим о том, как выглядит поисковый запрос. Elasticsearch имеет тест в лапе, то есть вы, используя заголовки, используя тело запроса, QDSL, QDSL, вы можете создавать документы, искать их, создавать какие-то сложные запросы. Вот так вот выглядит запрос на создание документа. Вы делаете пост, и в теле поста указываете, как выглядит документ в виде JSON. Если вы хотите сделать поиск, то после добавления этого документа вы можете сделать GED с указанием того, к какому индексу и к какому типу вы хотите обратиться, какую операцию сделать, в данном случае search, и указать, какой поисковый запрос вы хотите сделать, по какому полю, и что вы хотите найти. И вот, ну, это равнозначность запроса на самом деле. Вот этот и вот этот. И в случае, если у вас что-то было в индексе, то вам вернется вот такой ответ, который скажет, что у вас есть 5 шаг, которые, 5 из них с Access School отработали, то есть успешно отработали, отдали какой-то ответ, и по ним вы получили вот этот документ. В Elasticsearch каждый документ характеризуется тремя признаками. То есть уникальность документа характеризуется тремя признаками. Это индекс, тип и ID документы. Как мы использовали Elasticsearch в проекте? Тот проект, с которым я начинал знакомиться с Elasticsearch, в общем, он уже передан другой команде на саппорт, но начиналось все очень интересно. К нам пришел заказчик с наполеоновскими планами, сказал, что я хочу сделать лон слака, давайте, там будет огромное количество пользователей, будет миллиарды сообщений, и мы задумывались, а как же мы все это будем хранить, как же мы по всему этому еще и будем обеспечить поиск. Ведь вы все знаете, какие фичи есть, наверное, в Slack'е, а там их огромное количество. И подумав-подумав, мы посмотрели, а что же у наших конкурентов, потенциальных конкурентов, и мы посмотрели на хипчат. И как раз в это время, наверное, чуть раньше нас, хипчат перешел на Elasticsearch. И в блоге было желать отличную статью по поводу этого. Они рассказывали, насколько там все классно, насколько там все быстро. Мы, конечно же, тоже решили посмотреть их опыт, воодушевились и решили рискнуть и попробовать. Для нас это было что-то новое, мы набили очень много шишек, и в данный момент, собственно, этим я с вами и делюсь. Так вот, для чего мы в этом клоне Slack'а использовали Elasticsearch? Конечно же, для хранения сообщений, для хранения информации о файлах, хранения комментариев и для организации поиска по всему этому. И вот самое интересное, это скорее, какие шишки мы набили. А шишки мы набили очень интересные. Самое первое, так как эта технология была для нас новая, мы быстрее и быстрее все это делали и частично очень невнимательно прочитали документацию. Поэтому при работе с Elastic'ом, ну и, наверное, со всем остальным, я советую вам очень плотно прочитать документацию, очень хорошо. Почему? У нас был такой забавный момент. Мы, прочитав документацию, увидели там такую строку, что один индекс не может хранить больше двух миллиардов сообщений. Нас это немножко расстроило, и мы задумались, а как же вообще тогда HipChat хранит там огромное количество сообщений? Но в итоге оказалось, что в данной части статьи один индекс имелось в виду, что это одна шарда. То есть один индекс Люсин не может хранить больше двух миллиардов сообщений. И когда мы поняли это, поняли, что, сделав 10, например, праймаришарт, мы можем увеличить объем нашего хранилища до 20 миллиардов документов, то мы выдохнули. И вот, если вы собираетесь хранить там, например, 200 миллиардов, то вам нужно заложиться на 100 шарда. Вот. Стоп. Да. Вторая шишка – это маппинг. Хотя и в Elasticsearch указано в документации, что он имеет динамический маппинг, но все же стоит задуматься и составить примерный, даже не примерный, а точный маппинг ваших документов, которые вы там храните. Под маппингом понимается соответствие имени поля и его типа. Если вы этого не сделаете, то возможен вариант, если вы ставите динамический маппинг, возможен вариант, когда какой-либо клиент, там, я не знаю, ваш это будет код или это будет какой-то внешний код, который будет отправлять запросы, он пришлет к поле, ну, я не знаю, например, пускай поле тайтл, он пришлет сначала строку и Elasticsearch запомнит, что поле тайтл должно, поле тайтл должна приходить строка, а потом этот же клиент или какой-то другой пришлет туда число. Elasticsearch ругнется, он скажет, что нет, вот сюда должна приходить только строка, я уже запомнил, что здесь строка, я уже записал, что здесь будет какой-то анализатор, числа мне сюда не присылать. Вот, поэтому изначально стоит заложиться, чтобы разработать маппинг, разработать четкую структуру данных и исходить из этого. То есть, если у вашего индекса задать этот маппинг и больше не возвращаться, больше вы будете возвращаться только тогда, когда у вас будут какие-то некорректные данные присылаться туда. Дальше. релевантность поиска. С релевантностью поиска могут быть проблемы в случае, если у вас очень мало документов. Если, например, у вас релевантность документов высчитывается на каждой шарте. Это те же самые шарты, о которых я говорил ранее. Если, например, у вас будет 10 документов и 9 из них попадет на... 10 документов и 2 шарты в индексе. Если, например, 9 документов попадет на первую шарту, а один документ попадет на вторую, то властик все очень работает так, что вот этому одному документу, может быть, он даже и будет важен, но ему будет достанется меньший вес при вычислении релевантности. Это все совершенно не будет проблемой на достаточно больших объемах данных. А на малых, вот там, где 10-100 документов, это, возможно, станет особенностью, которую вы должны будете учесть. То есть вы не должны пугаться, что записал 100 документов, у вас очки релевантности совсем неправильные. Следующая проблема и ее решение – это расчет нагрузки. Когда вы собираетесь покупать какое-то железо под кластер, будь то АВС или еще какие-то хостинги, то исходите из того, какой вы хотите обеспечить производительность. Не делайте наобум это. Делайте, проведите исследование, соберитесь и выработайте требования. Например, я хочу, чтобы у меня при пиковой нагрузке в 100 запросов максимальный вес был 70 миллисекунд. Исходя из этой нагрузки, вам стоит использовать утилиту Rally. С помощью нее вы создадите трек, так называемый. Это просто конфигурация нагрузочного тестирования. И с вашими уже данными, которые вы туда же загрузите, вы сможете провести нагрузку, провести нагрузку и высчитать, определить, какие слабые места в системе, какие слабые места в Elasticsearch у вас уже есть в том пластыре минимальном, который вы установите, и что стоит улучшить. Будь то дисковая система, может быть количество процессоров, количество оперативной памяти или какая-то конфигурация самого Elasticsearch. также обязательно к использованию такая штука, как Kibana. Это не только классный визуализатор тех данных, которые у вас есть, с помощью которого можно визуализировать и анализировать эти данные, но также у Kibana есть встроенный билдер запросов с автодополнением. То есть, если вы еще не очень хорошо ориентируетесь в том, какие есть запросы, то он вам сразу подскажет. Ну, в принципе, как в любой ADE-шке есть автодополнение, там тоже есть. И это очень удобно. Вы сразу можете сделать запрос и получить ответ прямо там. Все. На самом деле это все. Я надеюсь, что зажег у вас небольшую искорку интереса к Elasticsearch. И, по-моему, появились первые вопросы. Леш, ты не можешь помочь? Ребята, дайте микрофон, пожалуйста. Леш, вон там первый вопрос был. Ну, ладно. Ну, уже иди. У меня такой вопрос по кашбара. То есть... Сори, по чем? По железу. По железу вопрос. Насколько имеет смысл использовать, например, SSD-тиски или обычный садок при использовании Elasticsearch? Это зависит от того, какие у вас данные. Вы можете понять, хватит вам железа или нет, только экспериментально. Каких-то цифр конкретных я вам не предоставлю. Вот с помощью утилиты Rally, ну, наверное, теоретически, чем быстрее файловая система, чем быстрее у нее скорость чтения записи, тем лучше для вас. Но в конкретном вашем случае все зависит от вашего конкретного случая. Спасибо. Еще один вопрос. Вы рассказали немножко про маппинг, а что насчет самой схемы данных? То есть их понятно, поле мы сразу определили, а как насчет схемы? Насчет схемы не совсем понял. Ну, структуру базы данных, то есть саму схему продумывать имеет смысла заранее? Вы говорите, как Elasticsearch, скажем так, динамичная. Схема ЛС. Вы, когда будете задавать маппинг, вы и зададите схему. Это и будет схемой вашей базы данных. Ну, про тип поля понятно, да? То есть тип поля вы, как я объяснили, лучше заранее определить. А саму схему, саму структуру? Я, может, не совсем правильно понимаю вопрос. Что вы понимаете под структурой? Внешних ключей? Внешних ключей там нет. Список атрибутов может быть у меня в середине. Список атрибутов документа? Вы можете указать, чтобы он был динамический, то есть добавлять, чтобы можно было дополнять маппинг новыми полями, но я бы предложил запретить такое поведение. Такой вопрос. Поведение похоже, например, как в Монго Ди Би, да? То есть схема идет динамическая, как и угодно можно атрибуты добавлять. Что-что? Я на плохо слышу, а там микрофон. Да, микрофон вообще, честно, плохо. Говорю, схема поведения как бы в Монго Ди Би, то есть можно добавлять. Да, сюда тоже можно добавлять. Но я бы лучше предложил запретить это. А почему? А потому что чем больше вы будете добавлять, тем будет медленнее работать система, это раз. Ну, наверное, там у вас будет какое-то ограниченное количество полей. но я себе не очень представляю задачу, когда можно постоянно добавлять какое-то рандомное поле. Хорошо, это влияет на производительность. То есть, например, вот у меня был один объект, который столько того атрибутов, потом мне захотелось добавить атрибуты. При добавлении атрибутов это занимает какое-то время? То есть как это влияет на производительность при изменении, грубо говоря, структуры, при изменении схемы? Это зависит от типа атрибута. Если этот атрибут будет индексироваться, то да, скорее всего, это повлияет на производительность и повлияет на время индексации. Ну и на время запроса. Если нет, ну, наверное, нет. Сложно сказать. Вот так вот. Ясно. Хорошо, спасибо за ответ. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Эластик открывается на фронт-энд или к нему доступ только с бэкэнда делается обычно? И если на фронт-энд открывается, уровни доступа регулируются или нет? По умолчанию у Эластика нет возможности, встроенных каких-то возможностей по ограничению доступа. То есть там есть линка, есть эндпоинт, и вы через этот эндпоинт можете сделать все, что хотите. Вообще все. Поэтому, конечно, лучшими практиками было бы закрыть это все и там разрешить, например, только бэкэнду обращаться к этому эндпоинту. Либо закрыть это все каким-то способом, чтобы разрешить только определенный вид запросов. Но есть платные кулзы, которые, по-моему, делает так же Эластик Сеч, которые ограничивают, делают секьюрным это все. Там еще один вопрос. Давайте отсюда. Добрый день. Спасибо за доклад. Хотелось бы спросить такую тему, возможно, достаточно интересную. Мы с вами проектируем использовали некоторые плагины. Хотелось бы спросить, какие плагины использовали вы и какие вы, возможно, порекомендовали бы для использования. Например, мы использовали в основном фанатик, то есть плагин, и устанавливали еще несколько. А как вы начинаете, какие лучше использовать и использовали? В плане плагинов фанатик, я так понимаю, что это для фанатического разбора и для поиска созвучных слов. Правильно? Мы не использовали никакие такие плагины. Насколько я знаю, фанатик до сих пор достаточно сырой и он не обеспечивает нужную релевантность. Или я ошибаюсь? Если говорить о плагинах, как о… На тот момент, когда мы использовали в клоне слака эластик, на тот момент под плагином понималась, например, была такая штука, как Marvel. Может, вы знаете. Это тоже считалось плагином. В данном случае это анализатор, насколько я понимаю, фанатик, правильно? А под плагинами понимаются немножко другие вещи. То есть, какие-то тулзы, вот та же Кибана была плагином, по-моему, насколько я помню раньше. Она входила в Marvel. Ну, окей. Еще какие-то вопросы? Да, здравствуйте. Два вопроса. Первый. Чем для вас больше стал локс-лисчерч? Хранилищем данным или поисковым движком? Заинтересовал? Нет. Ну, чем вы больше пользовались? То есть, с одной стороны, вы его использовали как хранилище данных для большого количества сообщений и т.д. и т.п. С другой стороны, это полнотекстовый движок поиска. Ну, с кучей фильтрации и подобных примеров. Мне вот больше всего нравится то, что мы использовали, во-первых, это все как, именно как хранилище. Хотя на тот момент говорили, что как хранилище использовать Elasticsearch, фу, так нельзя. Вот. Но мы использовали его как хранилище и как поисковый движок. То есть, вот комбинировано все то, что позволяет нам делать Elasticsearch, мы использовали, да. Ладно, такой быстрый комментарий. А вы его восстанавливать? Продали, пробовали после того, как он падал? Нет. Окей, хорошо. Второй вопрос. А какие есть альтернативы Luson, Elasticsearch и всей этой плеяди Luson BZ? Наверное, можно сказать, что есть еще Sphinx, есть еще Solar. Но Sphinx не обеспечивает Solar, я не знаю. а Sphinx нет. Sphinx, но Sphinx обеспечивает только поиск. Ну, фильтрация, хранение данных. Да. Ну, ладно, мне просто было интересно, как он сейчас поживает, я вот давно ею. Спасибо. Можно вопрос? Да. Во-первых, спасибо вам большое, что поделились опытом. И вам спасибо. Хотелось бы узнать ваше мнение, в каких случаях лучше всего использовать Elasticsearch, то есть начинать его использование, то есть отходить от стандартного поиска по базе данных, по MySQL и использовать именно поисковые движения. Ну, вы, наверное, должны заглянуть в список фич, которые позволяют, то, что позволяет делать Elasticsearch, что поиск. Если какие-то из этих фич вам нужны в проекте, вот, пожалуйста, используйте его. Только смотрите на то, чтобы у вас хватило денег взять те ресурсы, купить для того, чтобы запустить этот Elasticsearch и те объемы данных, которые вам нужны. на те объемы данных. А какие-нибудь ограничения по объемам данных есть? Ну, я вам рассказал про то, как, например, в гитхабе, там, где терабайты данных в нем хранятся. Судите сами об ограничениях. Я думаю, что все упирается в то, сколько ресурсов вы можете себе позволить. Ну, и в то, сколько админов у вас есть, чтобы менеджить это. И еще один вопрос, можно? Вы, когда выбирали Elasticsearch, вы сравнивали, рассматривали какие-то другие поисковые движки, то есть тот же самый Sphinx, Solar и так далее? У нас была проблема в том, что мы собирались хранить огромное количество сообщений, и поэтому мы Sphinx не смотрели. Ну, и релационные базы данных тоже не жалуем в этом плане. Спасибо большое. Возможно, стоит провести сравнительную характеристику, какой-то эксперимент, где проверить, что происходит. Можно прокомментировать? Да, какой вопрос? По поводу связки с Sphinx, Sphinx на многих нодах поднимается с помощью скотча и палок. Вот. Ну, на тот момент, когда я с ним последний раз работал. Спасибо. Вот. Поэтому я отвечу на этот вопрос. можно использовать не только Sphinx Solar, но у нас опыта с Java нету. На Java написано, да? Вот. Может использовать можно другие какие-то средства, но вот в тот момент звезды сложились так, планеты стали в линии, и мы использовали властик все же. Можно вопрос? Да. Вы с ним в рукопашную боролись, к урлом, или все-таки какую-то библиотеку использовали для взаимодействия? Для PHP есть нативная библиотека Elasticsearch. Нативная в том плане, что она написана ребятами, которые делают Elasticsearch. Обертку. Обертки мы никакие не использовали, просто использовали его. На самом деле, мы делали небольшой инвестигейшн, и на тот момент не было ничего подходящего. Не было ничего лучше, чем этот Elasticsearch. PHP, все равно внутри его использовал кто-то. Ну, да, да. Просто мы используем у себя сейчас Foss Elastico Bundle, и прикольное, штука очень. И я хотел еще добавить один момент к установке у себя локально. Там, когда будете ставить, сразу погуглите Elasticsearch SysCTL, потому что я его поднимал на докере, долго бился головой об стену, пока не нашел, что нужно в SysCTL указать для работы с Virtual Memory определенную настроечку, которая по умолчанию ниже, чем хочет Elasticsearch. запускается, говорит, а, нет, все, я уж пошел, короче. И докер-контейнер падает, и все. Меня это обошло. Возможно, у нас очень... Amazon, да? Можно... Во-первых, Amazon, а во-вторых, у нас достаточно хорошие компы в компании. Нет, это не комп, это настройки операционных. Окей. Спасибо. У нас еще вопросы есть? Добрый день. Ну, в общем-то, про релевантность поиска вопрос. Очень часто на прайс-агрегаторах что я вижу? Гуглю Logitech Mouse M106, допустим, да? Мне на первых страницах что-нибудь, что включает? 106, на второй, третьей странице показывает там дальше какие-то мыши и может на десятой что-нибудь про Logitech покажет. Удавалось ли вам решать такие проблемы и как вы их решили? Ну, брендов много, вручную задать все приоритеты нереально. Их не надо задавать вручную. Ну, я не сталкивался с такой проблемой, потому что у нас был поиск достаточно простой. Но вообще, вообще надо посмотреть, как Elasticsearch работает с числами в поисковой фразе. То есть, возможно, он удалит число или поставит ему гораздо меньше вес, нежели той фразе, например, слово Logitech. Да, вы, наверное, знаете, что-то. нет, нет, я не знаю, мне самому интересно. Но если не числа, то он поставит маус, то есть, ну, мышь гораздо чаще ищут, чем Logitech. Но если я ищу Logitech, ну, если я ищу конкретный бренд, то первое, что я хочу увидеть, это бренд. Ну, частота поиска это не совсем то, насколько я понимаю, что в Elasticsearch влияет на релевантность. На релевантность влияет частота термина в документе и inverse document frequency, то есть обратная частота чего там, документ, да, спасибо. В общем, по идее, то, сколько раз до этого кто-то искал маус, не повлияет на то, как вы будете искать вот конкретно сейчас. Чем меньше Logitech, тем меньше самая релевантность. Да. Ну, логично. И чем меньше страха, в которой написано Logitech, тем, значит, прелевантнее вот этот документ. Да, еще у кого-то вопросы есть. Добрый день. Добрый. Это вопрос, мы сталкивались с Веселомостью и что я имею в том, Веселомость, большие инсорты идут непосредственно сам властик сточек и возникали ситуации, пытается отновиться поле, такое конфликт и по дедлоку. Ну, с дедлоком я не встречался, но по идее у Elasticsearch есть такое внутреннее поле как version в документе. Мы встречались и еще лучше перезапустить опрос не нашли. А, наверное, нету никакого другого решения в данном случае. Вы же никак не определите, что произошло с тем документом мгновение назад. Тут, возможно, стоит применить просто какое-то другое решение. Я не знаю в вашем конкретном случае. Кем образом вы использовали ли вы типа скрипты во время обновления использовали? Да. А не позволяет ли использовать скрипты для изменения каких-то сущностей? К примеру, хранится какой-то G-Song и мы хотим что-то добавить и непосредственно в G-Song проект G-Song То есть изменить другое поле или я не знаю? Ну, как-то просто хранится поле с G-Song и мы даем пользу. Ну, поле с G-Song это поле скорее всего должно быть типа объект. Ну, объекта вы точно также можете использовать скрипты. Это просто другой скрытый документ, который хранится рядом с он быстро дает или нет? Например, есть какие-то статьи, тексты, записи, насколько быстро он позволяет их донос? Тут сложно говорить про какие-то числа и эластик сетч очень быстро. Нет, еще беззаменно быстро, а насколько он отдает данные ? Только из-за канала это зависит или мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что если честно, я не совсем понимаю, как я могу на него правильно ответить. Насколько быстро работает эластик сетч очень быстро, насколько он отдает документы тоже очень быстро. Например, если в мастфеле там он приходит там не знаю несколько гигабайт например в зависимости от запроса например вот если использовать у вас сложно ответить на этот вопрос. Возьмите попробуйте. Но я могу точно сказать, что по-моему насколько мне известно максимальный объем документа 2 гигабайта у вас есть возможность попробовать запихнуть максимальный объем и попробовать его вытащить за сеть время поделиться с нами в твиттере. Ну то есть в действительности мы просто не сталкивались с такой проблемой, которую вы сейчас озвучивали поэтому мы не можем ответить как-то так. что у нас было так у нас тут еще были вопросы спасибо доклад Дмитрий хотел бы уточнить такой вопрос вы говорите что вы использовали для хранения данных и правильно понимаю да то есть для хранения и для поиска и для поиска окей то есть я имею ввиду если его использовать именно для хранения данных в этом аспекте какие преимущества по сравнению с MySQL MongoDB если вам не нужен поиск то есть вообще не это именно в плане поиска для хранения данных как-то смысла нет вот тут та же проблема возникает при обновлении документа он вам не обеспечит целостность документа при обновлении то есть там нет никаких локов лучше если вам действительно нужен поиск тогда используйте если нет список компаний которые их используют действительно впечатляет и они все это используют именно не как хранение а как поиск то есть хранение исключительно для хранения не используется я по моему упоминал что Uber например используют его для хранения HipChat используют для хранения а вот почему они используют именно для хранения в этом аспекте и чем Elasticsearch лучше аналогов вот смотрите я привел два примера это Uber и HipChat Uber мне неизвестно внутренняя структура я просто знаю что там используется Elasticsearch для хранения а вот Вот, например, хипчат, у них 100% они его используют для поиска. Собственно, вы можете поискать эту статью, либо я скину потом вот там мой email, пишите, я могу в ответ скинуть вам все эти ссылочки, все те статьи, которые мне показались полезными. И там очень хорошо описано это. Они используются и для хранения, и для поиска. Спасибо. Добрый вечер. Я хотів би спитати, это схоже запитание, с попередним. Власне говоря, вы говорите протягом всієї доповеді, что Elasticsearch можно использовать как сховище даних и как пошук по данным. И у меня, власне говоря, вопрос, а че можно это делать только как пошук и не как сховище? Если у меня что-то еще что-то другое, а Elasticsearch шукает. Можно буквально 2 хвилинки, как же так это уткнуть? Так, ну, вы можете это сделать точно так же, как вы работали со Sphinx. То есть вы индексируете просто те документы, по которым хотите вести поиск, выбираете там, грубо говоря, айдишники тех документов, которые являются релевантны для вашего поискового запроса, и выбираете уже их из вашего мускулярия, либо другой какой-то АБД. А все данные хранятся у вас вот в том, в чем вы хотите. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Можно вопрос? Смотрите, как происходит индексация данных? То есть получается вот мы… Вы не могли бы быть чуть-чуть громче? Да. Как происходит индексация данных? То есть мы добавляем, получается, какую-то новую запись, да, правильно? Да, документ. Да. И запускается индексация. Или мы индексацию делаем по требованию? Индексация происходит в определенном… каждый раз в определенный интервал. То есть это настраиваемый параметр. При добавлении нового документа или обновлении старого, а на самом деле обновление документа – это удаление старой версии, добавление новой, в определенный момент происходит индексация, и этот документ снова появляется в поиске. Вопрос такой. А происходит индексация всех данных или именно только вот той части, которая касается данных документов? Ну да, того документа, который вы только что добавили. То есть это не длительный период? Нет, это не длительный период. Ну да, это очень короткий период. Возможно, можно сделать такую структуру, при которой это сделается очень длительным периодом. Но обычно, если у вас вся структура данных адекватная, то это очень быстро. Спасибо. Ребят, у нас поток вопросов не иссякает, поэтому я предложил бы вам продолжить общение уже в калуарах, а сейчас мы объявляем кофе-брейк, и прошу, вас ждут конфетки, кофе, чай. Спасибо за окобарность операции. Спасибо. Спасибо.